Свою помощь оказывают сейчас и охранники живого мира. Рыбы в водоемах начали погибать. Конец зимы, время кислородного голодания у водных обитателей. Под толстый слой льда не поступает воздух, и в замерзшей воде нужно делать специальные проруби. Сегодня сотрудники Кировского рыбнадзора выехали на озеро Холунова. Спасать рыб вместе с ними отправилась и Екатерина Зубарева. Дмитрий Бородин вместе со своими коллегами вышел на лёд озера Холуновани на рыбалку. Представители регионального филиала по мониторингу водных ресурсов проводят здесь работы по аэрации воды. Прорубают лунки во льду, чтобы туда попал воздух. Если не проводить аэрацию в мало или слабо протащенных водоемах, возможно, полный замор рыбы. Рыба полностью гибнет в каком-то водоеме, на всей площади водоема. Это, в первую очередь, окунь, щука, плотва, вплоть до леня и карпа, или сазана, возможно, гибель полная. Самое сложное в изготовлении проруби так называемой майны – распилить лёд. В некоторых местах его толщина составляет почти метр. А чтобы проруби не замерзали, их нужно укрывать еловыми ветками или соломой и сверху присыпать снегом. Так они дольше сохраняются. Это сделано с целью обогащения воды и кислорода. Мы одновременно накапливали подо льдом газы – это аммиак, сероводород, углекислый газ – могли выйти из-подо льда и меньше растворялись в воде. Сейчас в области сделано 210 таких прорубей. Работы на озере Холунова будут продолжаться до марта. Сейчас там сделано около полутора десятков майн, а нужно почти в два раза больше. Кстати, помочь гибнущей рыбе могут и сами рыбаки. Для этого сотрудники рыбнадзора просят их бурить как можно больше лунок диаметром 150-200 мм. Екатерина Зубарева, Алексей Стахеев, Бюро новостей Дайвича. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова